Как-то раз, волонтеры канадского приюта Рефут Шерер получили звонок от добрых людей. Они рассказали о том, что на ступеньках перед домом находится котик по кличке Сильвестр. Он выглядит жалким и несчастным, а хозяев поблизости не наблюдается, зато рядом с ним лежит записка, в которой просят не трогать кота. Разумеется, волонтеры решили вмешаться в судьбу бездомного котейки. Когда Роббайсверт, сотрудник приюта, приехал по указанному адресу, он увидел под домом серо-белого котика. Малыш взглянул на подошедшего человека бездонными зелеными глазами, полными грусти, и от этого взгляда защемило сердце. Котишка лежал на грязной облупленной ступеньке, а рядом валялся мусор, поблизости находился клочок бумаги, на котором было написано следующее. «Пожалуйста, не трогайте кота. Есть причина, по которой он здесь находится. Спасибо». Потрясенный Робб не представлял себе, кому могло прийти в голову оставить такую записку, но следовать ей он, конечно же, не собирался. Мужчина подобрал котика, который мучился от глух и голода, и понес с собой. Попав в приют, Сильвестр сразу почувствовал, что люди не причинят ему вреда. Он доверчиво смотрел на волонтеров все теми же огромными глазами, в которых затаилась печаль. Постепенно Мурлыка пошел на поправку, а после того, как о нем рассказали в социальных сетях, люди заметили найденыша и предложили свою помощь. Котик получил множество подарков, и, конечно, игрушки, которые пришлись ему по душе. А вскоре его возьмут к себе новые хозяева, которые никогда не предадут этого славного мальчугана. Но что же произошло с котишкой, и как он оказался на улице? Выяснилось, что так с ним поступили предыдущие хозяева. Они выставили кота на порог, чтобы он ловил крыс. Вот только люди не учли, что Сильвестр был слишком слаб, чтобы охотиться за грызунами, ведь ему не хватало ни еды, ни воды, да и на улице было слишком холодно. К огромному счастью, нашему герою теперь не придется мерзнуть и голодать, чтобы угодить бессердечным людям, ведь его любят просто так. За что, что он, живое существо?